Мои дорогие земляне, наконец-то пришло время получить обновлённую методику луч селеной 2. Он выходит в свет. Это обновлённый вариант практики. Старый вариант был необходим на тот момент времени. Но сейчас идут новые волны вибраций, энергии, которые сейчас воздействуют на людей, на планете. И эта практика поможет подготовиться к этим планам и энергиям и принять их с лёгкостью и благостью для ума, души и тела. Цель этой практики – соединить свой внутренний свет со светом единого Творца и очистить себя от деструктивных программ. Это приведёт к изменению твоей энергоинформационной среды. Старая ментальная клеточная структура начнёт меняться на квантовом уровне всех тел человека. Она начнёт меняться на кристаллическую структуру. И ты будешь защищён молодой энергией, которая сейчас, как среда, везде вокруг нас и пропитывает нас. И призывает в ней жить и взаимодействовать по-новому. На основе созидания, безусловной любви, единения, гармонии, радости и творчества. Сейчас я покажу схему, чтобы вам было визуально удобно и понятно, как работает луч Творца. Поехали. Начинаем всегда с человечка. Он стоит на земле. Вокруг него будет защитная сфера. В медитации я всё буду рассказывать об этом очень подробно. И потом каждый из вас, когда будет слушать, увидит рядом поток, нисходящий поток Творца. То есть мы представим, что вот планета Земля, как он будет выглядеть, чтобы вы понимали. То есть это у нас планета Земля условно. У нас вот так поток идёт сверху, с самого верха, оттуда. Главный поток Творца. И энергия будет вот так уходить, опять вот так, и назад. Так, и назад вот так. То есть это главный поток Творца, безусловной любви. Это вот так он спускается на планету. Соответственно, вы где-то на планете там стоите. И вот когда, значит, вы увидели поток, вы увидели себя в сфере, оттуда где-то приблизительно будет выходить несколько лучиков. Они будут соединяться вот здесь в один поток. Несколько может быть. Проходить сквозь ополочку, ваше темечко, шишковидную железу. И будет уходить дальше. И от груди он будет разветвляться. У женщин будет по левой стороне идти. И вот он идет вниз, уходит в землю на 3-5 метров. И проходит по правой. И приблизительно вот так вот они приближаются друг к другу, но идут параллельно. Это очень важно. То есть потому что всегда есть вход, есть выход. Так, значит, у нас здесь нисходящий, здесь восходящий. Значит, это у нас для мужчин. Такая окончательная схема. Для женщин будет еще у нас энергия идти с земли. Вот представьте, что из матушки земли мы просим там по медитации, чтобы вы стали наполняться. И вот тут будет еще вот как бы наполнять ваш центр. Просто начинает наполняться энергия у женщин еще вот из матушки земли. Мы ее благодарим. И вот этот процесс запустится. Значит, энергия будет в этом вашего потока. Вот он, ваш поток. И, собственно говоря, раньше был у нас стаканчик, а сейчас будет наполняться вашу ауру. Вас сначала и вашу ауру. То есть он спускается, доходит, наполняет. И вот представляете, как ваза наполняется водичкой. И вот представьте, что вы так же вот этот поток, он будет вас наполнять. И вот эта энергия, она будет подниматься вот так выше. А свыше вот здесь будет много мусора. Это страхи, ограниченные установки, родовые программы, какие-то сбои информационные и так далее. Все это будет наполняться все больше, больше, больше. И вот этот мусор, он будет выходить, опять уходить в поток и тут утилизироваться. То есть вот так вот. Так вот здесь вот тоже. Давайте я так скажу. Там будет только вот оттуда. Утилизироваться. То есть сначала это будет очищение. У вас все вот это вот из вас будет выходить. Прямо так интенсивно. Очищение очень сильное в этой практике техники. Вы понимаете. Уже кто многие ее проходили, вы знаете, насколько это сильно работает. И сущности, и присоски, и там какие-то проклятия, и какие-то ограничения, страхи, и такие там прям до родовой структуры доходят. То есть все это будет вычищаться. И когда это вычистится, будет наполняться. И вы будете уже, знаете, мало того, что в чем разница между первым лучом и вторым, значит, лучом вселенной, то что здесь идет замена на квантовом уровне клеток. И, соответственно, вы меняетесь на кристаллическую структуру вашей клетки. Вот это очень важное изменение. И второй момент изменения. Здесь вся энергия, которая лишняя будет, она будет использоваться только вами. Раньше мы ее посылали там близким, родственникам, друзьям и так далее. Сейчас только она используется для себя. Для того, чтобы на своей цели, то есть вы чего-то спланировали, и, соответственно, вы продвигаете этой энергией. Если уж совсем лишние излишки у вас есть, эта энергия, то вы просто можете визуально представить, что вы стоите на земле, и лишнее вы сбрасываете. Можно даже руки к земле прислонить, если они где-то рядышком. Вот. Но это все различия. Она в более упрощенном варианте. Схема, она осталась та же. Но только замена именно на кристаллическую структуру меняется, мои дорогие. Ну что, если вы готовы, можете один раз просто прослушать чисто технически, чтобы понять, где, чего, как. А уже второй, третий раз и последующий вы делаете эту практику основательно. Обнимаю вас. Я знаю, что у вас все получится. Мы начинаем. Удобно расположись и проверь. Чтобы твоему телу было комфортно. Руки и ноги лежат свободно на некотором расстоянии друг от друга. Можно делать эту практику сидя. Можно лежа. Можно даже стоя, если ты засыпаешь. Закрой внешние глаза. Можно закрыть внутренние глаза. Можно делать практику даже с открытыми глазами, если тебе так лучше. Сделай глубокий вдох носом. Задержи дыхание. И медленный выдох через рот. А с выдохом уходит все напряжение из твоего тела. Постановка защитного шара от внешних воздействий. Помни. Настоящее – это не то, что ты видишь. Это не то, что ты можешь потрогать. Это то, что ты думаешь. Наша реальность формируется мыслями и образами. Кто их создает, тот и управляет тобой. Помни. Ты и только ты должен быть режиссером своих мыслей и образов. А следовательно, твоей действительности. Сейчас поставь защиту. Себя в защитный шар. Представь, что ты находишься в большом пузыре с надежной оболочкой. Он может быть похож образом на мыльный пузырь. Он больше твоего роста. Тебе в нем комфортно. Он динамичный и подвижный. И, возможно, он переливается всеми цветами радуги. Это очень красиво. В этом шаре ты сможешь проходить через любые стены. Ты сможешь в нем просто путешествовать. Шар перемещается вместе с тобой. И сейчас проговори вслух или про себя следующие слова. Я в полной защите, и это мое место. Где я сейчас нахожусь, это место хорошо защищено. Это моя территория, где я единственный и полноправный хозяин. Я запрещаю каким-либо потусторонним энергиям-субстанциям разных уровней и масштабов деструктивными намерениями подключаться ко мне и всем моим телам во время практик, сеансов, особенно в этой практике. Это моя территория. Доступ к ней есть только у меня. Мои личные духовные наставники и я контролируем этот процесс. Очень хорошо. Вокруг шара ты можешь сейчас наблюдать. Мощный покров света от твоих личных духовных наставников. Свет защищает твое биополе и твое место, где ты находишься, от любых внешних воздействий. Он дарит тебе теплоту, любовь, поддержку, заботу, силу и даже гармонию. Этот свет похож на крылья твоих духовных наставников. И если ты вспомнишь что-либо негативное, он быстро укроет себя. Мощность внутреннего света можно регулировать самостоятельно. Там есть регулятор, как микшер на телефоне. Найди его и потренируйся. Посмотри, как он становится больше, меньше. Очень хорошо. А теперь идем в хорошее место. Сейчас представь перед собой дверь. Эта дверь ведет в твой внутренний мир. И открыв эту дверь, ты окажешься в своем хорошем месте. Там, где тебе очень и очень хорошо. Где ты сейчас должен быть. Открыл дверь? Замечательно. Правда, здесь очень хорошо. А теперь наблюдаем. Рядом поток любви Творца. Представляем его, этот огромный поток. Он может быть справа или слева. У каждого по-своему. Сейчас где-то появился поток любви Творца. Входить в него нельзя. Там высокое напряжение. Поток идет из центра миров всего проявленного и непроявленного. Этот поток входит в Землю. И доходя до другой стороны планеты. Делится на два потока и возвращается вверх-обратно по сторонам Земли, обтекая ее по окружности. Сейчас ты можешь начать приближаться к потоку Творца в своем защитном шаре, соблюдая безопасность. Приближаешься на комфортное расстояние. Доверься себе. Останавливаешься. И создаешь намерение. Повторяй слова. Я искренне имею сильную потребность соединить частичку своего внутреннего света со светом Творца. С потоком безусловной любви Творца. И прошу очистить меня от деструктивных программ и обновить мои клетки на квантовом уровне до новых структур. которые соответствуют более высокому уровню сознания, измерения, кристаллической структуре. Благодарю. Сейчас нужно настроиться на искреннее чувство безусловной любви. Вспомни это чувство. Твоя душа точно знает это состояние. Она купается на родине души постоянно в этих вибрациях. Прочувствуй это состояние. Прочувствуй, как оно к тебе возвращается. Просто позволь себе вспомнить его. Чувствуя это состояние, ты ощущаешь, как оно тебя наполняет. наполняет внутренним светом. И он все больше и больше зажигается. Очень хорошо. Мы начинаем соединение с энергиями потока Творца. Ты сейчас видишь или чувствуешь, как от потока, главного потока Творца, гораздо выше, чем ты стоишь, начинают отходить несколько лучиков, как от Солнца. Они соединяются в единый лучик и направляются в твою сторону. Эти потоки оптимально будут комфортны для тебя. Лучик проходит сквозь твой защитный шар и превращается в твой личный поток. Он будет напоминать поток Творца. Это как фрактал Творца. Только твой поток будет меньше в разы. Обрати внимание, как тебе будет комфортно в своем личном потоке. Можно увидеть или почувствовать, как лучик от потока энергии Творца входит в твою голову через темечко и плавно через шишковидное железо. Энергия начинает вливаться дальше через шею, доходит до груди и уходит в сторону тела. У мужчин энергия спускается по правой стороне тела, у женщин по левой стороне тела вниз. Энергия проходит все тело, выходит через ногу и уходит в землю на несколько метров. Метра три, четыре или пять. Делает небольшую подковку энергия и возвращается. Входит в другую ногу и поднимается по телу. У мужчин по левой стороне, у женщин по правой. Доходит до центра груди и теперь два ручейка энергии, нисходящий поток и восходящий встретились параллельно в твоей груди. Они идут рядом. Восходящий поток от груди возвращается к источнику, плавно течет к основному потоку Творца по той же траектории, что и нисходящий спускался вниз. Важно! Обрати внимание, у потока есть вход и есть выход. Сейчас будет происходить обмен созидательными энергиями, молодой энергией Творца для человечества и твоей наполненностью безусловной Любовью в твоем теле. А также обновление клеток на всех уровнях. Но перед этим еще один важный момент для всех женщин. Важно сейчас для вас присоединить еще один поток. Для мужчин это делать лишнее. Мои дорогие мужчины, пропустите сейчас этот момент. Девочки, драгоценные, поставьте намерение и попросите, чтобы из планеты к вам вышел еще один поток энергии Земли нашей Матушки. Из Земли сейчас выходит энергия и через промежность корневую чакру входит в тебя. Ты всасываешь ее маточкой. Маточка — это антенна. И энергия проходит через тело и добавляется в твой сосуд. И она перемешивается с потоком энергии Творца, который внутри тебя. Очень хорошо. Теперь все готово. Все готовы. И мужчины, и женщины наполнятся через личный поток молодой энергии, безусловной энергии Творца. Ты ощущаешь и видишь, как твой личный поток наполняется, словно сосуд. Свыше вливается кристально чистая водичка, энергия. А у женщин еще снизу от Матушки Земли входит энергия. Твой сосуд, сформированный двумя потоками входящим и выходящим, будет напоминать капельку. Именно она наполнится полностью, чтобы твои клетки были готовы обновиться. Энергия, поступающая сверху от потока Творца, заполняет твой сосуд. А у девочек еще и снизу наполняется. Все происходит оптимально, комфортно для тебя. Энергия в сосуде, капельки наполняясь, поднимается вверх. Это напоминает, как будто в вазу с узким горлом, но широким дном наливается водичка. И ты ощущаешь, как выдавливается на поверхность деструктивные ограничивающие программы, страхи, привязки, присоски, все, что прицепилось когда-то. И ты давно готов с этим расстаться. Чистка похожа на образ, как вода заполняет сосуд или вазу, наполненную мусором. Вода поступает, и мусор начинает плавать на поверхности воды. Этот мусор выходит в комфортном темпе вверх в твоем маленьком потоке и уходит в главный поток Творца. Откуда спускаются твои лучики потока? Весь мусор экологично утилизируется легко и естественно в главном потоке любви Творца. Экологично для всех живых существ, в том числе для тебя. Поблагодари за это Творца. Очень хорошо. Тело подготавливается к обновлению клеток через поток безусловной любви Творца, соединенный с твоим потоком. Мы переходим к прокачке тела энергиями главного потока Творца. Теперь просто наблюдай, как живительная энергия, прочищая тебя, меняют старую структуру твоих клеток на новую и клеточки начинают меняться. Рождаются новые кристаллические клетки на квантовом уровне. Возможно, ты даже видишь этот процесс. Это очень красиво. Правда? Очищение и обновление идёт плавно. на всех уровнях клеток, ДНК, межклеточном пространстве, на всех уровнях тонких тел, энергетического тела, плотного физического тела и, конечно, квантового тела. Расслабься и прочувствуй, как ты присоединяешься ко всему единому, к Творцу, на более качественном уровне сознания. прочувствуй, вибрации света, любви, единения, радости, созидания, свободы и гармонии. и ты можешь помочь себе дыханием. вдох идёт наполнение потоком, выдох, очищение на всех уровнях. вдох, наполнение любовью, светом, новой волны квантовых изменений на уровне осознанности. выдох, очищение отживших программ, в том числе родовых и генетических. И снова вдох, и все твои клеточки наполняются этой чистейшей энергией Творца. выдох, и ты очищаешься, освобождаешься от старого ментального и астрального мусора. вдох, выдох. Выйдох. Хорошо. Ну, очень хорошо. Замечательно. Клеточки все больше и больше очищаются. посмотри, как они сияют новыми гранями. На что они похожи? Замечательно. Процесс будет идти автоматически ровно столько, сколько нужно для очищения и обновления. энергии. А мы сейчас завершаем. Если ты чувствуешь, что тебя переполняет избыточная энергия, можешь ее направить на свое созидательное будущее, в том числе на расчистку дороги и пространства, своего оптимального будущего. энергия обволакивает твое будущее, словно кокон, проникая вовнутрь и убирая туман. Становятся более ясные черты, куда и как двигаться. Очень хорошо. А теперь благодарность всем. Благодарим за это очищение поток Творца, твой личный поток. Самого себя поблагодари, искренне, духовных наставников, твоих личных, индивидуальных, высших существ, кто дал эту практику для землян и тех, кто к этому причастен. поблагодаря, энергии, образы, ощущения. Можно меня, проводника Полину Сухову. Мне тоже очень приятно. Я тоже искренне тебя благодарю за твое развитие и осознанность. Давай поблагодарим Матушку Землю, все стихии и, конечно, высшую, безусловную любовь. Мы завершаем очищение в своем темпе, а лучики потихоньку исчезают, потоки плавно растворяются, и ты в своем темпе выходишь из этого пространства, закрывая туда виртуальную дверь, свое хорошее место. Ты хорошо потрудился, восстановление на физическом теле будет идти в своем темпе. Может быть сильная расслабленность, это нормально. А может наоборот сильная энергичность, у всех эффект будет разным. Главное, чтобы в душе было радостно и легко. Это критерий хорошо выполненной практики. А сейчас отдых. Ты можешь отдохнуть, погулять, выпить минеральной воды, будь в состоянии наблюдателя, созерцай. для сброса излишней энергии в физическом теле можно отдать ее планете, прислонив руки к земле с благодарностью за ее изобилие. Можно принять контрастный душ, можно почистить в душе свое физическое тело крупной морской солью. возможно тебе еще что-то захочется сделать. Прислушайся к своей интуиции и выполни то, что она тебе шепчет. И помни, с каждым разом прохождения этой практики очищения своего биополия физического тела и тонких тел ты все больше и больше будешь чувствовать, как повышается твоя энергоемкость для получения энергии и информации более высокого уровня измерения. А это доступ к новым возможностям, сверхспособностям и талантам. Делай эту практику когда тебе захочется, особенно когда плохо, тяжело и ты чувствуешь себя загрязненным и опустушенным. В такие дни можно делать утром и вечером практику на протяжении целой недели и более. Очень хорошо. Ты молодец. Повтори фразу самому себе. Я хороший. Хорошо быть мной. Хорошо быть уникальным и осознанным. Я молодец. Очень хорошо. Практику провела парапсихолог Полина Сухова. Абх 12,0-7,-1-0,-1-0,-1-0. Я не вам они не